Доброго здоровьица! Мы в зефире! Зефир не простой Вот Артём пишет, что сегодня у меня на соду уже не было поноса Организм, когда человек начинает что-то применять Соду, керосин, сок свекольный или ещё что-то Естественно, вначале это незнакомо организму Идут такие мощные реакции, а организм очень хорошо реагирует на всё незнакомое По мере того, как идёт действие То есть удаляется там шлак или ещё, на который вот это вот цирство направлено Значит, реакции организма всё меньше и меньше Вот почему надо менять Попользовались, видите, оно поработало Всё, хватит, значит надо что-то другое применять Если недостаточно того, что применяли Так, после соды планирую на перекис потихоньку перейти и чередовать А я бы начал чистку толстого кишечника, а потом бы печени Это тоже, знаете, вот так, что-то там вы поглаживаете Нету капитальной работы над своим организмом Естественно, и результаты такого растянут во времени А то вообще его нету Вот как тмин с зирой И получается, что и тмины с зирой особо не работают Инна, добрый день, готовлюсь к чистке печени, рост, вес Подскажите, достаточно 70 мл масла? Да, я думаю, хватит Попробуйте на 100 Вот смотрите, у вас будет стоять, допустим, 100 Даже можно так сказать Ну, пускай да 100 мл масла стоит 100 мл сока И вы начинаете Выпили глоточек Глоточек лимонного сока Минут через 15 повторяете Нормальность чувствуете? Нормально И значит, примерно выпили уже 70 мл масла Всё у вас нормально Можно и остальное выпить Если всё нормально А если вы начинаете пить А чувствуете, что вам плохо Вы тогда остановитесь буквально на 50 мл масла Главное, чтобы у вас не вырвало Всё там прошло Если даже и вырвет Это говорит о том, что желудок очищается А потом уже пойдёт туда дальше Мы же не понимаем Насколько у нас там организм поражён Чем поражён? Какие там скрытые заболевания имеются И когда начинаем что-то делать Она нам всё показывает Так А в жизни пересекались с Геннадием? Нет, не пересекался Мы пересекались через чудо интернет Петрович, при медитации Проплеваюсь Становится страшно Почему? Проваливаете, что ли? То есть, когда человек начинает медитировать Наступает такое состояние Которому и стремятся там все Раствориться в пространстве И тогда вот и получается Вот этот феномен Как бы человек провалился И он не ощущает Где? Что? Он? Как? Он ощущает Что? Вот это всё Всё это он Это нормально Ну просто-напросто надо понимать Медитации-то бывают Разные направленности Что вы хотите вот получить Либо просто там раствориться Тогда, когда человек понимает Он не боится А когда вот такие вот вопросы И человек действует Это говорит о том Что не тем вы занимаетесь Так, Жильбера Перегибы желчного пузыря И застой желчи Бывают часто Можно ли мне делать чистку печени Какие вообще противопоказания Значит, чистку печени делать не надо А вот что касается чистки Полевой формы жизни Вот это надо Все перегибы желчного пузыря Там, за что и желчи И прочее, 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 прочее Конечно, там и от питания возникает И так далее Но, большей частью Если питание нормально Всё, жизнь нормально Возникают из-за того Что человек переживает Некоторые эмоциональные ситуации И он при этом концентрируется на себе То есть, он концентрируется Когда его оскорбили Когда он зол Когда он ещё что-нибудь такое То есть, концентрация идёт как раз В центре нашего живота Там, где желчный пузырь И вот эта вот энергетика Вот эта вот эмоциональная Она такая, опа Вызывает и застой Нарушает работу сфинктером Желчного пузыря И перегибы Поэтому здесь, Дима Вот где-то вот Наташа уже Зашла в зефир к нам Очищение полевой формы жизни Как раз вот это всё и восстановит И после того уже можно что-то там делать Какую-нибудь там мягенькую чистку печени Вот это можно будет делать Мягенько То есть, вы почувствуете Ну Вы почувствуете Как всё это там выходит Как это всё нормализуется И тогда можно дальше В плаванье пускаться Так вот Мы сейчас все и пересекаемся Тут это огромное привилегие Общаться в реальном времени с автором Ну Можно так сказать Вот Я бы с удовольствием Допустим В своё время там Если бы такое было Там послушал бы Шаталову Галину Сергеевну Я бы послушал бы Караваева Уникальное знание Я бы послушал того же Даже Порфирия Иванова Неумывакина Этого самого Войтовича по голоданию Николаева Да много я бы чего послушал Ну вот Уже их нету Так Пока у нас есть Раздавать вопросы Напрямую Петровичу Да Наташа Зефирин Так Юля У меня вышла Пиалка ко мне Первый раз после чистки Печени в 19 лет Потом Что я была При том что я была Не ела фастфуд И так далее Но была в шоке От увиденного Болела гепатитом В детстве Гепатит это такая Зараза Которая так сказать Просто не отцепляется Но тем не менее Тем не менее Совсем можно Побороться Дано ли нам Вообще жить так Чтобы не страдать Чиститься Голосать Конечно Конечно Нам дано Жить Эх Я сегодня Такую знаете Хорошую Хорошую штуку Видал Где там у меня По-моему В тиктоке Сейчас если я найду Я вам покажу Вот знаете Не в бров А в глаз И В настоящее время Я примерно Так и поступаю Как вот Рассказывать Вот этот Мужшинка Так А как же его найти А Тут же Тут же Это Тут же Можно найти 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 Где это Ага Найти 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 следующее Бессмертие Итак Будьте внимательны Это как раз Вопрос Это Жить Чтобы Не страдать Чиститься И голодать Поехали В СССР Было 4 устойчивых Территорий Долгожительства Это Нагорный Карабах Причем Вот рекордсмен Продолжительность Жизни Советского Союза Поступший Ради Муслимов Вторая Территория Долгожительства Это Верховья Реки Куры В Дагестане Третья Территория Это Кадорское Ущелье В Абхазии Четвертая Территория Это Якутия В Одессе Продолжитель жизни Мужчин 56 лет А тут 150 лет Ни один из них Не голодал Ни один из них Мочу не пил А все здоровые Все работают Всем за 120-130 лет У них нет ни аптеки Ни фельдшера Ни больницы И все не могли Выяснили Оказывается Все дело В воде Которую пьют Эти люди В воде Которую пьют Животные С которыми они живут И в воде Которой поливают Эти растения Очень мягкая вода Все эти 4 территории Расположены На вулканическом Плату Там содержание Ионов Кальция От 8 до 20 миллиграмм На литр Это чрезвычайно Мягкая вода В Москве 70 миллиграмм На литр Из водопровода Идет В Одессе 80 миллиграмм Это первое И второе У долгожителей Медицина Она утверждает Что у человека Кровь должна иметь Щелочную реакцию Что вот должна быть Такая вода 7,35 Или 7,4 Что у всех долгожителей Кровь закислена 6,9 И выяснил Что в этой кислой крови Никакая хворь Не живет вообще Оказывается Все оздоровительные методики Которые Улучшают здоровье И продлят жизнь Человеку Они связаны Только с подкислением крови Легкий бег Оказывается Через 30 минут Легкого бега У человека В кровь поступает Довольно много Молочной Кислоты Витамин С Витамин С И в скобочках Написано 2-10 Для мужчин 2-15 Для женщин Норма считается Понимаете А что такое СОЯ Это скорость Оседания эритроцитов Вот именно От этого Человек И мрет А эритроциты Это красные Кровяные тельца Которые Переносят Кислород Питательные вещества По организму И эритроциты Имеют Отрицательный заряд А ионы кальция Плюс Имеют заряд Положительный И когда эти ионы кальция Облепливают эритроцит Он становится тяжелым У человека Загустевает Кровь И она не может Донести куда надо Вот эти питательные Вещества От этого И лялости И болезни И все что угодно У человека идет Ну как вам Вот я примерно Сейчас так и поступаю Более-менее Придерживаюсь Там питания Регулярно Занимаюсь Физически Выставляю вам Все свои занятия Которые Способствуют Так или иначе Вот воздействуют На На меня Ну и многое Другое дело То есть Не столько Вот Как вот этими Всеми процедурами А Вот Регуляцией Образа Жизни И все таки Там он Свел Многое К воде Вода Это конечно Хорошо Но Вот те все Супер Долгожители Это люди Коту У которых Нервная система Очень Очень И Уравновешена Которые Не раздражаются Которые вообще Живут в таких Условиях Где Нету Особых Раздражителей Эмоциональных То есть Они пастухи Там Пасут И И И И И Вполне Вполне То есть Вот Я вам И ответил Здравствуйте Смотрю И слушаю вас Почти каждый вечер Уже Вошла привычку Только Интересно Узнает А знаете Татьяна И все остальные Я решил Вот так вот Каждый день Знаете Как радиостанция Вот примерно С пяти До семи Вот в это время По часику С вами Общаться На разные темы Где-то Будет более полезная тема Где-то Менее полезная тема Но тем не менее Знаете Вот своего рода Вот как бы сказать Телевидение Или радио Где мы Обмениваемся Своим Житьем Бытьем Так Нервы Естественно Важны Не нервы важны А важно Эмоциональная Устойчивость Человека А эмоциональная Устойчивость Человека То есть Он не раздражается Там Цены повысились ЖКХ Повысилась Тут он поскользнулся Ногу сломал Тут еще что-то Там Котик Любимый Ушел Он К этому Относится Философически То есть Спокойно Рассудительно Если ушел Котик Значит так и надо И прочее 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 То есть Каждая Жизненная ситуация Которая возникает Вокруг нас Она Что-то нам Хочет показать Вот например У меня Я только что Сегодня забрал Своего этого Белого Мобидика Машину Договорились О ТО На 100 тысячах Километрах Где-то Месяц назад И все Так знаете Не получалось Не получалось Не получалось Не получалось Там Можно было И расстроиться И там С ними поругаться Тем более Я им заплатил Деньги За то Чтоб они Купили Все эти запчасти И так далее Они там Свои какие-то Проблемы решают И так далее И так далее Тем не менее Тем не менее Терпение Отрабатывается Некоторые люди Очень нетерпеливые Я Тоже Такой Человек Немножко потерплю А там Думаю А тут Надо побольше Оказывается Так Потерпеть И с понятием Потерпеть Чтоб не было Вот этого Знаете В голове Сумбура И все Сделалось Наконец-таки Да Сделали Машину Отторабанил Чернушку Там они Коечего там Не доделали Ну Завтра заберут А чернушку Вообще Там по-моему Уже полгода Вот это вот Датчик Все они там Неправильно Установлены Будут устанавливать Правильно Вот Вот что Основное Основное Это наше Психическое Здоровье Отношение К миру К событиям Окружающим Это уже Философия Она должна быть Здоровая Философия Правильная Философия Позитивная Философия Вот это То Что Способствует Долгожительству Если Оно вам Надо Долгожительству